Дагестан принял беженцев из Мариуполя. Две сестры 40 лет прожили на территории ДНР, но были вынуждены уехать. Сейчас они находятся в Дербенском районе. Все подробности в нашем сюжете. Что было несколько дней назад, сейчас больно даже вспоминать, говорит Гюльжамал. Рядом с ее домом в Мариуполе шла перестрелка, разрывались снаряды. От страха бежали из собственного дома без оглядки. Синяки на лице от того, что падало и не раз, вспоминает женщина. «Бои идут сейчас. А там возле школы бомбили. Как раз возле моего дома. И в мой дом тоже попал чуть-чуть. И газ, и свет отрезали полностью. Мы когда доехали, хотели автор убежать, упало лицо. Там такое стреляли, потому что слышно было все, как будто рядом. Вот так и получилось. Вот, пожалуйста, результат. Врать не буду. Для убежища сестры Гюльжамал и Лализар выбрали село Зизян-Казмоляр. Здесь женщины родились и выросли. Затем уехали в Мариуполь. И прожили там почти 40 лет. Вынужденные переселенки временно остановились у третьей сестры. Пальто, сапоги и вот так я сплю. Документы на руках. Здесь документы, здесь деньги. Больше ничего не беру. Надеемся, сейчас лучше будет. Вот так. 8 лет, это не шутка. Да, не забавно. Работники отделения социальной службы изучали бытовые условия проживания семьи и узнали, в чем нуждаются сестры из Мариуполя. Выяснилось, что у Гюльжамал диагностирована онкология почки и ей необходима госпитализация. Также сестрам оказали психологическую помощь, предоставили консультацию юриста и обеспечили товарами первой необходимости. Ежедневный мониторинг ситуации связан с пребыванием в Республику Дагестан беженцев из Украины. Социальные сотрудники в случае выявления таких фактов моментально выезжают на место, оказывают первичную необходимую помощь в виде предоставления продуктов, питания, товаров, первой необходимости, исследуют их нежилищные условия. Работа по выявлению и решению проблем семей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, оказавшихся в трудной жизненной ситуации со стороны социальных служб, будет продолжена. Сокинат Малаева, Камила Рожжавова, Иисуп Газиамаров. Время новостей.